Подобные соревнования по настольному теннису можно увидеть всего два раза в год. Одни проходят в рамках спартакиады инвалидов, другие являются официальным краевым чемпионатом. Именно на нем и оказалась наша съемочная группа. В кампусе ДОФУ за ракетку взялись около 20 спортсменов. И все это люди с ограниченными возможностями. Девиз наш «Правила одни для всех». Это строго по правилам Федерации настольного тенниса России. Им это приятно. Что-то они не знают. Мы им с удовольствием подсказываем. Такие добрые и дружественные соревнования проходили в нескольких категориях. Борьбу за награды вели колясочники, люди с поражением опорно-двигательного аппарата и юниоры. Настольный теннис в принципе один из самых лояльных и доступных видов спорта. Евгений, например, попал на этот чемпионат практически случайно. Приехал сюда из Хабаровского края изначально к нейрохирургу. А потом решил заодно заглянуть на соревнования. В детстве играл. Так вот уже сколько? Не знаю, может лет 30 точно не брал ракетку. Взял ракетку, вроде бы как получается. Реакция есть, все вроде бы как нормально. Так что уже подумаю начать играть, заниматься в теннис. В этом году Приморский край даже заявлял свою команду на всероссийский чемпионат. Там при большой конкуренции, к сожалению, в призы попасть не удалось. Однако опыт теннисисты получили колоссальный. К тому же профилактический эффект в этом виде спорта важнее всяких наград. Настольный теннис, я считаю, очень полезен, потому что развивает координацию движений. И невозможно просто сидеть и занять какое-то место. Нужно постоянно двигаться, делать различные выпады, тянуться вперед. Я считаю, что для физподготовки настольный теннис – такой уникальный вид спорта. Впереди приморское общество инвалидов ждет насыщенное полугодие. Спортсмены успеют проверить свои навыки и силу воли в соревнованиях по различным видам спорта, вроде регби на колясках, танцев, плавания и других. Максим Яковлев, Евгений Черемухин. Новости спорта на восьмом. Продолжение следует...